Коллеги, рядом со мной Алим Сизов, компания СВС Проект. Здравствуйте. Добрый день. Алим, расскажите о компании. Компания СВС Проект является участником рынка. Традиционно это называется рынок безопасности. Так исторически сложилось такое красивое название. Но на сегодняшний день, наверное, правильнее было бы сказать, что это рынок уже не безопасности. Это рынок услуг для ритейла в области безопасности и прекращения потерь. Пусть будет вот так. Замечательно. Вы являетесь нашим постоянным партнером. И на стойке, я вижу, у вас аж трое. И мне хочется узнать, неужели одну такую компанию должны прислать аж три человека. Расскажите тайну. Тайна такая. Мы нашли в себе силы уговорить еще одного партнера, потому что до этого мы участвовали вдвоем с партнером. Теперь мы уговорили третьего партнера, потому что спектр тех задач, которые мы предлагаем решить бизнесу, требует взаимных усилий трех компаний. Здорово. Давайте тогда, наверное, расскажем о ваших каких-то интересных новых продуктах, которые будут интересны вашим потенциальным клиентам. Самая главная услуга, которую мы сейчас заявляем на этом форуме, это услуга так называемого ситуационного центра. В чем его смысл? На сегодняшний день наше участие на протяжении двух лет в неделе российского ритейла и в других интересных форумах и общение с представителями ритейла показали, что рынок наводнен огромным количеством разношерстного оборудования. У заказчика есть уже принятые стандарты. И для того, чтобы предложить им что-то интересное, мало прийтись со словами «ребята, посмотрите, какое красивое решение и какое красивое оборудование». Особенно на сегодняшний день необходимо предложить заказчику такое решение, которое при достаточно минимальных вложениях даст очень высокий КПД. Понимая, что у заказчика уже оснащены предприятия системами видеонаблюдения, мы предлагаем следующее. Ваша система видеонаблюдения является накопителем архивных данных, к которым подключается наш ситуационный центр, в котором установлено очень прогрессивное ПО, в том числе с уникальными решениями, не имеющих аналогов на рынке. В результате работы в этих ситуационных центрах профессиональных операторов вы получаете, начиная чуть ли не с первых дней, КПД по потрощению потери от краж посетителями, кассирами, другими сотрудниками предприятия. И вы понимаете, что для вас это выгодно, эффективно, и именно это и является тем решением проблем, которые перед вами стоят. Как говорят, сэкономил, значит заработал, а здесь абсолютно полностью так и есть. Получается, ты можешь изначально лишить себя потерь, тем самым остаться в плесе. При этом наше решение абсолютно конкурентоспособно по сравнению с тем, что заказчик откроет собственный ситуационный центр, потому что собственный ситуационный центр – это техническое оснащение, это люди, которые в нем работают, это их обучение, это их текучка, это их желание и мотивация. Мы предлагаем альтернативную услугу не в виде подмены этого человека, а в виде КПД. Таким образом, грубо говоря, наши тарифы начинаются, например, от 25 тысяч рублей за магазин. Вы можете за 25 тысяч рублей на магазин нанять человека, который будет давать КПД по потрощению потерь от краж? Я думаю, такая, что всегда найдется, кто сделает дешевле. За 25 тысяч рублей можно нанять человека, но, скорее всего, КПД будет примерно около нуля. Очень может быть. И мы в этом, кстати, очень даже уверены, потому что сегодня, разговаривая с достаточно разными представителями заказчиков, вплоть до, фактически, владельцев. В том году, например, разговаривая с одним из владельцев, в том году он оттолкнул нас на мысль, что предложение просто хорошего оборудования – это неинтересно. Во всяком случае, для его уровня. В этом году этот разговор сложился по-другому, потому что разговор о прекращении потерь – это его уровень. Это уровень, как минимум, его заинтересованности и руководства проектом. Возможно, дальше он передаст нас для ведения проекта другому сотруднику, но это будет, опять-таки, очень высокопоставленный сотрудник, который в сотрудничестве с директором по безопасности, с участием этого SEO будут принимать коллегиальные решения. И, собственно говоря, мы ставим перед собой задачу работать на перспективу и надолго. Замечательно. В этом мы и пожелаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.